Сквозь историю Рунтеры. Нити судьбы. Третий сезон, пятнадцатый выпуск. Хеймер Дингер Игнар. Хеймер Дингер, одержимый ученый. Ради величия науки! Хеймер Дингер – один из самых известных ученых в мире Рунтеры. Этот Йордл из Бандл-Сити создал множество великих изобретений. В частности, очки для мастера Йи под названием «Семь линз прозрения» и вертолет для фронтовых разведывательных операций Йордлов, впоследствии названный основной воздушной единицей экспедиционных войск Бандл-Сити. Из дневника профессора Сесила Б. Хеймер Дингера. В данный момент погодные условия в Бандл-Сити оптимальны. Идеальное атмосферное давление для сегодняшних экспериментов. Сегодня днем пятое испытание моего 3D-мини-умобулятора. Нужно провести точную настройку. Опалил себе усы. Необходимо отрегулировать выход энергии. Пока что 3D-мини-умобулятор не дает запланированного выхода энергии. Необходимо провести дополнительные расчеты. Тем временем я обнаружил кое-что еще и весьма любопытное. Возвращаясь домой после сегодняшних экспериментов, я прошел мимо группы молодых Йордлов, которые перебрасывались сферическим снарядом. Идея очень проста. Брось предмет в кого-нибудь, поймай его, брось в другого Йордла, повтори. Но просчеты Йордлов приводят к ошибкам. Они бросают недостаточно точно и сильно. И мяч, как они его называют, часто падает на землю. Есть много способов усовершенствования этого процесса. После опроса участников и тщательных вычислений я установил, что если бы броски осуществлялись с постоянной силой и по одинаковой траектории, удовольствие возросло бы на 44,57%. Надо обдумать это вечером. Эврика, я нашел решение! Я изобрел автомат для подачи мяча. Рабочее название H28G. Он обеспечивает постоянную скорость и траекторию и гарантирует возможность поимки мяча, а также переключается на ближайшего Йордла, если поблизости их больше одного. Это для того, чтобы каждый получил возможность сыграть. Сегодня я возьму его к молодым Йордлам и покажу им свое изобретение. Также утром облил свои ботинки кислотой. Очень не кстати. Сегодня испытал автомат для подачи мяча. Испытание прошло не так, как было задумано. Мое изобретение привело молодежь в восхищение. Но когда автомат включили, он оказался слишком мощным. Даже на минимальной мощности он сбивал Йордла с ног. Очевидно, я переоценил силу их бросков. Скоро вернусь к нему и внесу изменения. Но в данный момент 3D миниумабулятор является приоритетом. Необходимо устранить все проблемы перед запуском. Когда он будет готов, мне придется искать полигон за пределами города. Бандл сити не годится для полевых испытаний. По всей видимости, в городе появился великан. Исключительно досадная аномалия. Этот шум снаружи мешает моим исследованиям. Сегодня нужно проверить аквариум. Там подозрительно тихо. Я слышал, что многие Йордлы получили ранения в ходе вызванных великаном беспорядков. Если это не прекратится, потребуется вмешательство. Надеюсь, что H28G не поврежден. Мне пришлось бы потратить много времени на его воссоздание. Опять все тихо. Похоже, великан пришел в себя и сбежал. Завтра я должен собрать H28G после того, как покончу с более срочными делами. Я почти довел 3D миниумабулятор до совершенства. Сегодняшний день уже богат на события. Меня отвлек неожиданный стук в дверь. Такое впечатление, что перед моим домом собрался весь город. Обычно толпа приходит пожаловаться на мою работу, но на этот раз они ликовали. Поразительно! Один из юных Йордлов воспользовался опытным образцом H28G, который я бросил во время этой суматохи с великаном. Он проявил изобретательность и переделал образец в импровизированную турель. Подумать только, она оказалась достаточно мощной, чтобы отпугнуть великана. Какой находчивый малыш! Мне бы хотелось в ближайшем будущем взять на службу этот мозг, который мыслит схожим образом. У меня большие планы, и его помощь мне пригодится. Но ему придется покинуть Бандл-Сити. Размах моих планов требует более обширного испытательного полигона. Рунтеры должно хватить! Но сфера деятельности Хеймер Дингера не состоит лишь из создания механических инструментов. Он также весьма заинтересован в исследовании природы различных существ. В частности, после появления в Рунтере древнего предка Йордлов, он поспешил разузнать о нем побольше. Гнар. Недостающее звено. Гнар! Гада! Для большинства время идет, но не для Гнара. Йордл, который родился тысячу лет назад, был пойман и заточен в истинном льде, заморожен в буквальном смысле во времени. Цивилизации формировались и исчезали, а доисторический Йордл лишь наблюдал. Но ничто, даже истинный лед не может удержать Гнара вечно. После приобретения долгожданной свободы, он бродил по Рунтере, пока не был найден своими потомками – современными Йордлами. Он показался им дружелюбным, легко находил друзей и любил развлекаться. Однако им еще предстоит узнать, что этот Йордл не так прост, как кажется. Джунгли не прощают беспечного к себе отношения, но если вы наблюдательны, они поделятся с вами своими секретами. Мне довелось поохотиться на все виды существ, обитающих в этих джунглях. Я был уверен, что здесь не водится никого, кто мог представлять для меня опасность, пока не наткнулся на нечто новенькое – след лапы размером с кабана, с отпечатками когтей, подобных изогнутым саблям. Чем дольше я выслеживал свою добычу, тем чаще я становился свидетелем проявления ее невероятной силы. Чего только стоил круг из разнесенных щеп и деревьев. Эти древесные исполины стояли тут испокон веков, а их кора была настолько прочна, что топоры лесорубов не могли оставить на ней даже отметину. Я задавал себе вопрос, как обладающее такой селищей существо может так хорошо прятаться? И при том, что оно оставляло за собой столь очевидный след разрушений, я до сих пор не знал, как оно выглядит. Как могучий ураган мог раствориться в джунглях, подобно утреннему туману? Мне не терпелось воочию видеть таинственное создание. Это будет великолепный трофей. Я шел по просейке на шум речного потока, чтобы понять, куда меня завели поиски. Там, у реки, я и увидел маленький оранжевый шерстяной комок, который, затаившись, что-то выжидал. Не выдавая свое присутствие, я решил понаблюдать за ним. Какая-то мелкая ребешка выпрыгнула из воды, и существо радостно бросилось за ней в стремительные воды реки. С удивлением я понял, что это Йордл. Йордл-охотник. Это хороший знак. Я найду таинственного зверя. Ему от меня не скрыться. Йордл навострил свои большие уши и повернулся в мою сторону. Затем он встал на четвереньки и, сжимая в руке бумеранг, помчался ко мне. Подбежав, он резко затормозил и стал что-то лопотать на незнакомом мне наречии. Я ободряюще кивнул молодому Йордлу и пошел своей дорогой. Мой путь лежал сквозь девственный лес, но для меня это было не впервой. Я попытался учуять запах своей добычи, и тут понял, что я не один. Странное чириканье заставило меня вздрогнуть. Оказывается, все это время Йордл шел за мной по пятам. Я не мог позволить ему испортить охоту. Обернувшись к мальчишке, я дал ему знак идти прочь. Он посмотрел на меня вопрошающе. Хороший знак или плохой, мне нужно проявить жестокость. Я подпрыгнул и зарычал. Земля содрогнулась, а шерсть Йордла пошла волнами. Спустя мгновение он склонил голову на бок, изобразив на лице нечто, что я принял за улыбку, и поднял свой крохотный бумеранг. Медлить было нельзя. Я вырвал оружие и мастерски запустил его в крону деревьев. Йордл развернулся, совершая невероятные прыжки, и бросился за ним в погоню. Не успел я сделать и десяти шагов, как раздался страшный рел, который потряс меня до глубины души. Глухой звук ломающихся деревьев, искрежет крошащего камня, заполонил собой все вокруг. Впереди упало огромное дерево. В его стволе засело костяное оружие Йордла. Позади меня раздался ужасающий рык. Я понял, что совершил большую ошибку. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и Вконтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!